Я хотел пару слов сказать от имени штаба. Я из-за зонтиков, наверное, не увижу, но попробуйте помахать рукой, кто так или иначе участвовал в агитационной кампании. С нами работало почти 20 тысяч волонтеров, а наша задача была их организовать. Этим летом можно было двумя способами получить загар на Кубе или на Кубах. Спасибо тем, кто выбрал второй способ. У вас это здорово получилось. Мы остались в ленту или сидели в тылу, но нам с вами было очень здорово работать, и мы были просто в восторге от того, что вы делали. Это было невероятно здорово. Мы много говорили в последние дни о том, что чем бы ни закончилась эта кампания, мы уже вернули в Россию политику. Мы показали, что политика это не что-то такое, чем приличный человек не будет заниматься, а наоборот. Это то, что ночью в дождь в переходе метро объединяет студента и инвестбанкира. Когда ты идешь усталый, и тебе кто-то дает листовку и проголосуется за Алексея Навального, и видно, что человек всю душу вкладывает в эти слова, хотя он до того их сто раз сказал, что вот это ощущение, что все было не зря, оно совершенно потрясающее. Давайте вот это ощущение не забудем, чем бы все не закончилось, потому что ни в случае нашей неудачи, ни в случае победы, в которую мы очень верим, его нельзя будет забыть. Это, наверное, самое ценное, что мы с вами вместе построили, что можно заниматься политикой, что можно делать это честно, что можно разговаривать с людьми, что люди нас слышат. Спасибо вам еще раз большое за все то, что вы делали в эти потрясающие, фантастические три месяца. Огромное спасибо от имени штаба. И, кстати, сегодня еще можно взять газетки и разложить в почтовые ящики. Еще пока несколько часов на это есть, и после концерта, я уверен, вы это сделаете. Мы все, что у нас осталось на складе, привезем и там у входов разложим. Вы же это сделаете? Ребята, спасибо большое. Мы победим. Спасибо большое.